Здравствуйте, дамы и господа, на связи компания BI-Consult и мы продолжаем сервию видеороликов, посвященных Power BI, продукту от компании Microsoft, которая позволяет с легкостью подключаться к большому количеству источников данных, загружать из Excel, из различных баз данных и все это дело компоновать в одном приложении и выводить информацию в виде удобных визуализаций, которые показывают взаимосвязи, показывают общее положение дел по этим данным и так далее. Вы можете посмотреть динамику или дискретные данные по каким-то измерениям и так далее. Сегодня я хотел бы рассказать вам об одной из очень интересных возможностей Power BI, это подключение к интернет-источникам. Давайте приступим. Получить данные интернет. Очень многие компании нуждаются в мониторинге конкурентов, в мониторинге цен конкурентов, в мониторинге продуктовой линейки, еще чего-то. Вот Power BI вы можете просто, подключившись к какому-либо сайту, возьмем, к примеру, вот сайт benzinprice.ru, здесь представлены цены на бензин. Вы можете просто скопировать ссылку. Опять же, вот, можно посмотреть также средние цены за последние два месяца. Вот, например, нажимаем ссылку. Ну, хотя, в принципе, нам, наверное, и этой информации будет достаточно. Дело в том, что она здесь обновляется, ну, по стоку, поскольку вот каждый день обновляется, да, мы видим. Ну, я на самом деле работал с этой тематикой, знаю, что обновляется он, конечно, не каждый день, не день в день, но бывают задержки, но вот, бывают задержки, но ничего. Вот, информация обновляется достаточно часто. Итак, возьмем эту ссылку и подключимся к данному источнику. Посмотрим, что здесь есть. Ну, вы можете подключиться как анонимно через учетную запись Windows, ну, и по-всякому, короче. Вот, это не имеет особого значения, подключение. Так, значит, Power BI анализирует таблицы, то есть он по умолчанию пытается сразу понять, где какие таблицы есть на странице, и их, как бы, к ним обращается и подгружает данные. Вот, пожалуйста, все данные, как на ладони. Мы можем каждый день обновлять приложение и, таким образом, получать свежие данные о стоимости топлива. Сейчас Power BI загрузится эту информацию. По большому счету, можно было изменить запрос, который формирует забор данных. То есть, вот, на данный момент у нас есть запросы. Сейчас, секунду. Вот. И вы видите, да, что, ну, данные здесь представлены, конечно, может быть, не совсем в удобном виде, да, который бы сразу подошел бы для, ну, для визуализации. По определенным правилам можно было бы почистить поля, колонки, транспонировать таблицу, еще что-то с ней сделать. Ну, это все, понятное дело, можно сделать. Вопрос не в этом, вопрос в том, что вы можете забрать данные, вот, совершенно спокойно, и построить визуализацию, динамику, изменение цены и так далее. Вот, к примеру, да, давайте сделаем, вот, выведем таблицу, вот, и можно вот, да, ну, то есть, вот, пожалуйста, вы выводите эти данные, они есть в модели. Другое дело, что, да, их нужно почистить, их нужно там привести к определенному виду, вот, это другой же вопрос. Но загружать данные из интернета вы совершенно спокойно можете. Спасибо за внимание.